Добрый вечер, уважаемые коллеги. У меня короткий доклад, быстро закончим. Погода сегодня дождливая, поэтому на первый слайд я позволил себе поместить вот эту фотографию зимнего Байкала. Разговаривать мы будем о Сибири, и для того, чтобы создать у вас такое немножко сибирское настроение, это фотография. Наверное, немножко странно говорить об актуальности изучения гепатита Б в конце конференции по гепатиту Б, да еще последним докладом. Но я позволю себе показать пару слайдов по этому поводу. Вот это картинка из свежего доклада Роспотребнадзора о заболеваемости гепатитом Б в России. Видно, что на протяжении многих лет заболеваемость снижается, и это, конечно, очень хорошо. И вот в 2018 году всех форум регистрировалось 10 человек на 100 тысяч населения. Это замечательный показатель. Но можно заметить некоторую особенность. Вот за эти 10 лет, которые отображены на этой диаграмме, в отношении гепатита Б было сделано очень много. То есть появились новые лекарства. ПЦР превратился из референс-методов в совершенно рутинный, доступный любому врачу. И было вакцинировано 40 миллионов человек, если посмотреть по этим сиреневым столбцам, это количество вакцинированных. А заболеваемость, как мы видим, снижается медленно, так довольно неохотно, и как будто бы логарифмически стремится к некой неснижаемой асимптоте. Почему так происходит? Потому что кроме вот этих вновь обнаруженных пациентов, существует очень обширная когорта людей, которые являются пожизненными, бессимптомными носителями гепатита Б. И пока эта прослойка будет сохраняться, а сохраняться она будет долго, ну, по крайней мере, до тех пор, пока не сменится несколько поколений людей, которые поголовно вакцинированы с детства, мы будем наблюдать регистрацию новых случаев. Сколько таких людей в России? Точно, конечно, никто не знает, но можно сделать некоторые оценки. Вот здесь я собрал доступные данные о том, сколько HBS-антиген положительных носителей в России было в разное время, в России и в ближнем зарубежье. К сожалению, большая часть этих данных относится к прошлому или даже позапрошлому десятилетию, но последние три оценки, вот они синеньким выделены, ну, наверное, можно взять за некую базовую оценку. В любом случае адекватно будет утверждать, что, ну, как минимум один, а то и два процента населения России являются носителями вируса гепатита Б. И это, между прочим, от полутора до трех миллионов человек. Это огромный инфекционный резервуар, помимо того, что это просто люди больные и страдающие от этого. И в этом инфекционном резервуаре вирус продолжает эволюционировать, как-то вариться внутри себя. Там появляются разные неприятные варианты, о которых рассказывал Карен Каренович и предыдущие коллеги. И эти варианты периодически выходят наружу и инфицируют новых людей. К чему я все это говорю? К тому, что рано считать проблему гепатита Б решенной. Всем нам предстоит его еще изучать, еще много лет. И наша работа, о которой я буду рассказывать, вносит свою небольшую лепту в эти исследования. В Сибири, это регион много чем интересный. И не в последнюю очередь тем, что он населен множеством малочисленных коренных народностей. Они в течение многих веков жили очень изолированно друг относительно друга и относительно пришлого русского населения в силу чисто географических причин. И поэтому можно ожидать, что и те вирусы, которые в них циркулируют, они циркулируют изолированно друг от друга, не перемешиваясь. И поэтому, изучая эти популяции, мы можем получить своего рода срез древней картины распространенности, в нашем случае гепатита Б в Сибири, который сейчас, честно говоря, очень сильно размыт городскими миграциями. И поэтому мои коллеги в течение многих лет ездят в экспедиции, собирают у этих людей образцы крови, тестируют их на HBS антигены, положительные образцы секвенируют. Чтобы определить генотип вируса. И сейчас я вам расскажу о результатах работы, которая была сделана на 345 изолятах вируса гепатита B в Сибири. На юго-востоке это были казахи, алтайцы, телеуты и тувинцы. На севере это были две большие сборные группы. Это группа хантов, коми и ненцев Ямала-Нениска автономного округа. И жители по острову Таймыр, это долганы и инганасаны. И на востоке мы исследовали Чукчей, Якутов и на юго-востоке Бурят. Первое, что обращает на себя внимание, это необычайно высокий уровень HBS антигенов в каждой из этих групп. Пожалуй, только в Ямала-Ненисском автономном округе он близок к той грубой оценке, которую я дал ранее. То есть грубой оценке в отношении городского населения России. Условные 2%. Во всех остальных он может быть 10% и даже выше. Честно говоря, не очень понятно, почему так происходит. То, что мы знаем точно, то, что факторы риска и пути передачи вируса гепатита В в этих группах, они отличаются от тех, которые действуют в городской среде. То есть они не связаны с употреблением наркотиков и не связаны с каким-то половым поведением. Это некие факторы, которые действуют на всю популяцию одинаково, невзирая на возраст, пол и поведение. Но что это за факторы, еще только предстоит выяснить. Как бы то ни было, имея 345 изолятов из Сибири и добавив к ним 200 изолятов, полученных от городского населения, и также некоторое количество референсных последовательностей, мы смогли сделать довольно обширный филогенетический анализ. Я знаю, что все такие доклады должны включать какие-то филогенетические деревья, но также знаю, что они совершенно не читаются с экрана. Поэтому я позволил себе вместо них сделать вот такое простое схематичное дерево, на котором хорошо видно, какие варианты вируса гепатита В доминируют в тех или иных группах. Ну, например, у алтайцев бурят и чукчей в основном встречается субгенотип D3. У тувинцев, казахов, жителей Таймыра и Тилиутов D1. Субгенотип D2 часто встречается у городского населения, что было известно довольно давно, и вот о чем рассказывал, например, Юлия Владимировна. Но, кроме того, преобладает в группах жителей Ямал-Ниньского округа и среди якутов. Немного более экзотичный для России генотип А закономерно, как европейский генотип преобладает у городского населения, но также, о чем говорил Карен Каренович, и довольно неожиданно часто встречается у якутов. А субгенотип C, южноазиатский, встречается у чукчей, и что совсем никак не могли ожидать у жителей Таймыра. Гораздо интереснее посмотреть, как эти данные выглядят на карте. Вот возьмем юго-запад Сибири. Вот этот вот относительно небольшой, казалось бы, кусочек. Здесь мы видим тотальное доминирование субгенотипа D1 у всех, кроме алтайцев. При этом алтайцев доминирует D3. При этом по сибирским меркам все эти народы живут практически по соседству. Например, расстояние между алтайцами и казахами, ну, конкретно этими алтайцами и этими казахами, которых мы исследовали, 200 километров, правда, через перевал горный. Это означает, что между ними существует какой-то эпидемиологический барьер. То есть существуют какие-то причины, по которым вирусные популяции одних народностей не связываются с другими. Другие группы тоже отличались все друг от друга. Вот, например, на севере тоже было очень интересно. Если посмотреть, то можно видеть, что везде по северу встречается генотип С. При том, что расстояние Чукотки до Ямалонинского округа 5000 километров. При этом это один и тот же генотип С, это филогенетические родственные изоляты. И это означает, что когда-то давным-давно, вот здесь вдоль Тихого Северного Ледовитого океана, существовал некий постоянный путь передачи инфекции. Однако сейчас в современных этих группах доминирующие субгенотипы другие. Это, соответственно, Д2, Д1 и Д3. И это значит, что теперь, когда мы делаем этот срез, мы видим, что эти группы также эпидемиологически разобщены между собой. Ну, и это, в общем-то, логично, потому что они живут далеко друг от друга. Интересно, что если сравнивать то, что мы получили с городским населением России, то больше всего на него похоже по генетическому разнообразию вируса Якуты. Причем похоже настолько, что есть даже некое осторожное предположение о том, что до встречи с русским населением Якуты вообще не имели никакого гепатита В, и всю свою вирусную популяцию получили целиком от русских поселенцев. Надо сказать, что возможно, хотя я ошибаюсь, я вижу, здесь есть люди из Сибири, но есть обычные современные горожане, для которых коренные жители Сибири в равной степени, скажем так, экзотичны. И встретив, например, где-нибудь в тундре кого-то из них, он не поймет, кто перед ним. Хант, Силькуб или, скажем, Ганасан. В то же время эти люди, на самом деле, очень разные, причем как с генетической точки зрения, так и с лингвистической. Разнообразие народов Сибири формировалось в течение тысяч лет и в ходе многочисленных волн миграции. Если говорить совсем упрощенно, то Сибирь была последовательно заселена угорскими племенами, затем монголоидами, затем тюркскими племенами и, наконец, русским населением. Поэтому, скажем, алтайцы и якуты относятся к тюркоговорящим группам. Коми – это финно-угры, а чукчи – это классические монголоиды и, между прочим, родственники американских индейцев. И аналогично, поскольку мы знаем, что гепатит B явно возник не в Сибири, а где-то гораздо южнее, может быть, в Африке или на Ближнем Востоке, логично предположить, что в Сибири он проник с теми же самыми миграциями населения, сформировав таким образом ту мозаичную картину генетического разнообразия, которое мы сейчас видим. Сейчас я попробую показать, как это могло бы быть. Одной из наиболее древних групп, которые заселили Сибирь и сохранились там до сих пор, были азиатские монголоиды. Вот здесь примерно показан тот путь миграции, по которому они двигались. Мы знаем, что сейчас в Юго-Восточной Азии генотип C является одним из главных. И мы видим сейчас гомологию изолятов этого генотипа, например, из Японии, из Китая, из Кореи с сибирскими изолятами, но только в той мере, которая позволяет предположить, что отделение сибирской ветви генотипа C произошло очень давно, как минимум несколько тысяч лет назад. Следующей большой миграции это были заселения Сибири тюрками. И опять же мы знаем, что сегодня на тех территориях, откуда они пришли, это территория современного Афганистана, Ирана и даже Монголии, повсеместно доминирует субгенотип D1. И изоляты, которые мы обнаружим сегодня в этих странах, они близкородственны к тем сибирским изолятам, которые мы обнаруживаем в этих коренных группах. Что опять же позволяет предположить, что D1 был принесен тюркскими племенами. И, наконец, европейские субгенотипы D2 и A2, скорее всего, в Сибирь принесли русские, что опять же подтверждается гомология между городскими изолятами и теми изолятами, которые мы наблюдаем среди коренного населения. Какие выводы можно сделать из всей этой истории? Ну, я условно их разделяю на два фундаментальных и один прикладной. К первому я бы отнес то, что группы коренного населения в Сибири эпидемиологически изолированы друг от друга. Генетическое разнообразие внутри них, в общем-то, определяется теми историческими путями миграции, благодаря которым они возникли. А что касается практического вывода, это то, что в отдаленных районах Сибири гепатит B довольно сильно отличается от того, что мы наблюдаем в городах. То есть мы видим другие генетические варианты, другие генотипы, например, частая встречаемость генотипа С. И это должно учитываться практическими инфекционистами, которые работают с этими пациентами. В заключение, я хотел бы сказать, что эта работа являлась плодом многолетнего сотрудничества большого количества людей. Ну, не многие, но часть из них присутствует в этом зале. Совершенно из разных организаций и разных городов. И поэтому еще одним важным результатом этой работы, я думаю, можно считать то, что благодаря ей мы создали такую плодотворную колаборацию. Благодарю за внимание. Спасибо. Продолжение следует...